добрый день уважаемые зрители своими программы золотые лекции и я ястребов андрей леонидович доктор филологических наук профессор гитиса тема сегодняшней встречи зритель вчера и сегодня тема сложна тем что от зрителя практически не осталось древности практически не осталось никаких артефактов мы не можем с вами например уцепиться за какую-то поэтику или потрогать камень театра античности или шекспировского театра зритель это как пение птиц она прозвучала и ушло в небытие и поэтому любая реконструкция связана с задачей такой кропотливой кропотливого извлечения из текстов или обмолвок тех или иных авторов по этих касающихся зрителя например одно из первых зрительских свидетельств которые мы обнаружим в литературе это илиада гомера старцы были противниками троянской войны когда они увидели елена прекрасная за которой собственно разгорелась это побоище они признали да действительно хороша красавица стоило из-за нее развязывать войну но это тот текст который связан с письменной культурой но дописьменно было еще и ороакустическая культура то есть если мы с вами вспомним первые профессии которые возникли в истории человечества в нижнем палеолите или верхнем палеолите первым конечно же возник охотник 2 2 2 профессия это торговец третья профессия это художник но если мы обратимся к культуре которая предшествовала письменности к ороакустической культуре которая была рассчитана на произнесение и на слух то здесь мы можем вообще лишь только предполагать вообще как вел себя зритель и как он относился хотя бы к изображению мамонта или олени на стене мы можем реконструировать эту ситуацию но все равно она будет грешить в разнообразными допущениями ошибками и какими-то мифами которые рождены нашим временем мы зрители сегодняшнего дня мы переносим свои впечатления ощущения на древность подразумевая что и в древности наверное так себя вел зритель типология зрителя включает себя широчайший ассортимент людей которые воспринимают искусство ну начнем хотя бы там затронем два-три типа начнем с идеального зрителя идеальный зритель это тот который приходит на на спектакль и уже готов аплодировать с первых реплик актера знаете вспоминается одна такая история которая зафиксирована в сборнике на вели на анонимном сборнике городских анекдотов однажды в базарный день вечером приходят купец с торжеща весь в слезах и спрашивают его родственники что случилось почему ты плачешь на что купец отвечает сегодня убили роланда событие происходит где-то в 13 веке в купец был зрителем народного плачевного действа смерти роланда или там песни о роланде роланда собственно убили в 778 году в варонсенвальском ущелье вот 8 век и 13 14 век прошла дистанция в 45 веков но зритель идеальный готов отдать самые сокровенные чувства и переживания какому-то какого-то трогательному для него сюжету вообще когда мы с вами говорим о зрителе тот он том же самом идеальном зрители здесь нужно учитывать огромное количество причин обстоятельств и не очень доверять каким-то частным свидетельствам которые обычно цитируются как некая норма ну например базаре приводит такой такой случай однажды в во флоренции выпал снег снега было настолько много что микеланджело вышел на улицу и сотворил самого гениального снеговика вместе можем ли мы доверять в азаре и тем свидетельством которые пересказывает нам в азаре наверное нет но это еще один знак в пользу того что идеальный зритель всегда готов всегда готов вквалить то произведение и бурно реагировать на каждое слово произведенные со сцены вообще сама по себе история зрительского восприятия она зависит от множества причин но прежде всего от жанра произведения которые мы с вами воспринимаем ну например давайте попытаемся реконструировать образ зрителя зрителя миракля или литургической драмы как он себя вел он вел себя совершенно качественно иначе в сравнении со зрителем и соучастником например какого-то балаганного действа здесь зритель меняется в зависимости от темы произведения от выбранного жанра от его художественной квалификации от его опыта есть критический или скептический зритель которому очень очень сложно сложно потрафить культуре потому что потому что он уже приходит в театр со своим представлением о том каким должен быть например там шекспир на сцене есть зритель который истолковый вает тексты культуры ну например в историю культуры знает восьмитомник сэмюэла пейписа англичанина который на протяжении нескольких или нескольких лет посещал театр и ежевечернее по возвращении из театра он записывал свои ощущения или свои какие-то свои наблюдения над представлением ну например благодаря именно пейпису мы с вами узнали о том что наконец-то пьеса начнется вовремя потому что героиня перестала бриться то есть другими словами на сцене появилась женщина и теперь ее играет надо теперь героиню играет женщина они бриты подросток так вот этот зритель очень очень требователен к искусству его негодование вызывает какой-либо жест не к месту осуществленный персонажем вообще когда мы с вами говорим о зрители мы должны учитывать огромное количество обстоятельств еще раз повторяю эту мысль и усиливаю ее таким эффектом или даже феноменом эстетических игр которые распространены в искусстве вспомним например вспомним например актерский сюжет это классика мимо этой сцены не прошел ни один актер когда утихли последние звуки моего монолога я приготовилась к зрительскому суду я смотрела в эту темноту зала и зрительский зал молчал это провал пронеслось в голове и тут раздал здесь раздались первые аплодисменты и зрительный зал взорвался чувствуете что происходит то есть другими словами так зрителю вменяется в обязанность определенный тип поведения как реакция на какой-то определенный сюжет достаточно традиционной для культуры это случается в романтизме романтическое искусство задает тон как самому театру так и зрителю зритель знает как воспринимать произведение зритель знает практически все концепты которые ему которые будут заложены актерами в исполнении роли и он знает свои обязательства перед перед актерами и пьесой девятнадцатый век обожает пьесы шекспира шекспира переводит переводит я не знаю там десятки переводов встречаются шекспира и самое интересное романтическому зрителю или зрителю девятнадцатого века без разницы как звучал шекспир скажем так в веке его продившим в барокко барочного шекспира мы подстегиваем под нашу мифологию и систему представлений о культуре мы восторгаемся этим этим страстностям демонстрируем героем мы аплодируем трагическим трагическому пафосу этих пьес и мы забываем что эта пьеса была например рождена в барокко и должна играться и должна быть прочитана в конце концов именно в ключе барочного мира созерцания в этом отличительная черта зрителя зрителю зрителю в отличие от актера и режиссера почти без разницы в какой эстетике поставлена эта пьеса он сам уже настроен на восприятие аутентичное его представление вообще об и искусстве театра и вообще об искусстве драмы девятнадцатый век он в в контексте зрительского зрительского зрительской рецепции театральных постановок он не однороден партеры занимают становитые чиновники галерка отдается беднякам ложи предназначены для женщин создается даже какие так задаются даже какие-то ритуальные формы посещения театра ну например на можно опоздать на спектакль и украдкой поглядывать или наоборот демонстративно поглядывать за зрительным залом даже почти не обращая внимание на сцену демократизация которая произошла в театре девятнадцатого века она конечно же коснулась не только зрительского состава но прежде всего тех произведений которые ставились стали ставиться на сцене это были помимо водевили комедии которые всегда пользовались популярностью среди зрителей это были произведения которые затрагивали социальные проблемы и вот эта традиция интереса к социальному передается передается двадцатому веку как русскому театру так и мировому театру западному театру человек пытается то есть есть даже произведения которые в по которые попав в контекст каких-то идей эпохи были прочитаны совершенно не так как они звучали бы если бы например были бы сценически опубликованы лет 10-15 тому назад настроение эпохи влияют на зрителя и вот здесь возникает знаете что возникает очень серьезная вещь можно ли измерить произведение зрительской популярностью аншлаги практически ничего не говорят то есть они не свидетельствуют о ценности произведения потому что достаточно достаточно много конъюнтурных произведений были просто по проходили под забитые зрительские залы но в любом случае зрителю двадцатого века или даже исследователю театра двадцатого века очень хочется при применить какой-то инструмент для измерения влияния текстов на культуру ну например если мы откроем собрание сочинения лопада веги то обнаружил предисловие очень занимательную такую характерную для определенного периода культуры мысль прежде чем пойти на фронт матросы петрограда смотрели лопаду вегу фуэнта а вихуны и когда они выходили из театра они были все наполнены исполнены пафоса ненависти к своим врагам и декламировали фуэнта а вихуны фион фуэнта а вихуны здесь есть здесь какой-то такой акцентик пугающий исследователя почему потому что здесь предлагается такой почти вульгарно социологический взгляд на искусство влияющие на зрителя еще раз подчеркну вот этот неизмеряемый характер зрительского зрительского интереса к пьесе и неизмеряемый характер влияния пьесы на она зрителя нет если мы будем пользоваться пользоваться девизом древних и балла по которому искусство должно получаем развлекая получать то вот с развлечением вроде бы все понятно зритель и поулыбался и посмеялся и поаплодировал а что касается например научение зрители чему-нибудь вот здесь возникает очень серьезная вещь которую действительно очень очень сложно измерить мы не можем например на каких-то весах на которых там взвешивается продукты питания точно измерить насколько изменился зритель посмотрев ту или иную пьесу если уж на то пошло конечно же государству власти необходим вот этот эффект получения научение потому что в этом смысл вообще того смысл театра который появляется в 17 веке в эпоху абсолютизма и который вообще является чуть ли не эталонным для для века и ну прежде всего двадцатого века когда именно театр а потом уже кинематограф становится выполняет роль воспитателя душ и организатора мысли зрителя насколько это осуществимо вообще в ситуации 20 или 20 21 века но прежде всего конечно 21 века типологию зрителя необходимо расширить необходимо расширить за счет привлечения привлечения в известную типологию знаете такого зрителя не отмеченного симпатии к высокому искусству сожалению деление не только культуры не только языка но и зрительской массы на три уровня высокий средний и низкий она сейчас становится сверх актуальным зритель утрачивает вкус по отношению к искусству театр конкурирует с телевидением и огромное количество этих этих сатирических или комических передач делает все для того чтобы зрителя освободить от обязательств повышать свою квалификацию и театральную любую любую театральную читательскую чем это связано это связано с одним обстоятельством зритель не воспринимает себя соучастником коммуникации с искусством если бы это было бы тогда бы зритель бы но как это вообще в идеале должно быть он бы прочитал бы пьесу он бы прочитал рецензии уже после этого он шел бы на смотреть тот или иной спектакль но зритель попадает туда случайно с улицы и не делать никакого отличия между комедией которая творится на твоих глазах живыми актерами и теми записями которые представлены в ютубе или в интернете да действительно можно было бы печально вообще признаться в том что зритель как как институция деградирует 21 веке даже назвать виновников которые отчасти были уже мною упомянуты но в то же самое время необходимо необходимо все-таки зрителю сказать несколько напутственных слов зрителю как каждому из нас мне вам которые слушают меня или не слушают наверное все таки мы должны повышать свою зрительскую квалификацию хотя бы для того чтобы чтобы стать чуть другими чтобы а воспитать свой вкус без вкуса мы с вами не можем мы практикуем вот эту совершенно бездарную мысль о том что без о вкусах не спорят а вкусах не спорят только по одной причине потому что вкус 1 об одном вкусе нельзя спорить он един как бог как родина как государство и так далее мы должны воспитывать свои представления о самих себе предложенных в в условных обстоятельствах на сцене мы должны пытаться соотнести свой внутренний мир со тем который был создан и драматургом и гением режиссера и гением актеров для того чтобы хоть чуть-чуть найти язык самоговорение а нам нужно очень много слов даже эмоции вторичные потому что нам нужны им слова чтобы выразить себя чтобы выразить свое свое отчаяние или радость или свою надежду или мечту есть такая новелла у анатолия франца новелла написанная по мотивам средневековой притчи называется она жонглер богоматери какой-то человек инертный по отношению к добру и злу приходит в монастырь и там на время прописывается занимался он тем что он жонглировал до этого выступал на рынках но это занятие ему уже не по душе потому что не греют и эти деньги которые он зарабатывает на этом ремесле и вообще само ремесло ему 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 кажется бессмысленным и вот долго долго он пребывает в этом монастыре а потом вдруг стал он пропадать где он прячется интересуются монахи и однажды кто-то подсмотрел что делает наш жонглер он стоит перед 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 девой марией и жонглирует находя объект на который должно быть направлено его искусство его искусство должно быть кому-то интересно деве марии в данном случае интересное его искусство и и когда настоятель монастыря хотел уже рассердился и хотел жестоко отнестись к жонглеру и и знать его то дева мария спустилась и вытерла пот на лбу нашего жонглера о чем это история история о том что искусство должно даже не то чтобы воспитывать это само собой но отчасти слишком слишком грубо это слово воспитание а должен управлять нас направлять опять-таки поступками ли героев или щеки чем-либо или все-таки настаиваю словами должно направлять нас на на то чтобы мы мы менялись хотя бы для самих себя для того чтобы мы с вами понимали для чего мы для чего мы водим машины читаем лекции в льем сталь защищаем родину чтобы чтобы возникли как вот возникло какое-то множество смыслов театр в этом отношении должен занимать именно именно эту позицию но и зритель должен ощущать свою еще раз повторю эту мысль свою ответственность перед своей душой свою ответственность перед перед взращиванием потребности в чем-то что выходит за пределы нашего серого банального быта в пестоване и каких-то 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 в каких-то вещей которые придают смысл существованию каждого из нас которые рождают в нас какие-то не банальные представления и о самом себе и и о людях которые тебя окружают и поэтому этот этот опыт который зафиксировал анатолий франц он как раз научает нас быть более ответственными вы понимаете пустите эти слова ответственность перед самим собой или я не знаю там воспитание в себе чего-то пусть не отпугивают нас они были тысячу раз до нас произнесены и поэтому возможно они утратили какие-то какие-то глубинные смыслы но мы должны еще раз потереть эти слова и обновить их снять вот этот хитин других каких-то случайных значений и прирастить их себе зритель разнообразен зритель разнообразен и нет ничего дурного если он искренне воспринимает что-либо вот именно в зрители или точнее зритель отмечен отмечен часть зрителей отмечена отмечена какой-то искренностью и вот эта искренность вот эта неподкупность реакций на совершенно выдуманный текст который творится вообще на площадке в темноте с затемненным залом и действительно в этом где что такое абсурдное когда когда зрительный зал 1000 человек а на сцене например два героя и один другому говорит а сейчас я тебе расскажу тайну только никому никому и не рассказывай вы знаете и все и все прислушиваются к этой тайне так вот у честертона есть замечательное сэ которое называется гамлет и психоанализ в этом эссе а честертон описывает влияние философии и на на искусство и на зрительское восприятие этого искусства он говорит вот вошел моду фрейдизм я не то чтобы основательно но во всяком случае я познакомился с идеями фрейда и я получил возможность анализировать через фрейда практически все искусство здесь подвернулась такая возможность какая-то родственница дальние приехала в лондон и я решил ее повести на гамлета всего гамлета она проплакала и когда мы вышли из театра я уже набрал воздуха в легкие и хотел поделиться своей фрейдизмской интерпретации ей гамлета я для завязки поинтересовался а почему ты плачешь и ответ отбил у меня охоту к любым мудрствования и она ответила я плачу потому что гамлет это самый одинокий человек этот честертон отвечает есть огромное количество версий моих зрительских версий этого мира я могу прочитать этот спектакль через фрейда через ницше через шопенгауэра я могу вообще кидаться всевозможными определениями терминологический запас у меня немал для того чтобы дать самую глубокую самую изощренную самую неожиданную интерпретацию текста а здесь а здесь одинокий голос честного и чистого человека вдруг прозвучал у другом не знаю насколько чистом но честном человеке просто констатации это пьеса об очень одиноком человеке и вот этот момент очень важен очень важен здесь вы понимаете в чем дело здесь можно ли например скажем так скрывать свое мнение под под эгидой в статье критиков если критика она это профессиональный профессиональный образ нормативного взгляда на искусство можем ли мы разделять свое мнение с критиками да конечно конечно ты можешь вообще солидаризироваться с любой точки зрения можешь ли ты я не знаю там вспомнить свой жизненный опыт после посещения театра да конечно можешь ли ты просто рассказать самыми простыми самыми банальными словами о том что ты увидел экстраполировав вообще мир художественной культуры на самого себя безусловно любой взгляд на культуру он он оправдан потому что смысл культуры заключается в том чтобы подарить нам несколько мгновений соприкосновения с вечностью подарить мгновение соприкосновению с вечностью чтобы мы поняли каждый из нас понял что мы не случайны в этом мире что мы длимся в конфликтах культуры в словах культуры в напряжении и смыслов этой культуры которые касаются нас и прежде всего нас каждого из нас на то мы и зрители зрители не в том смысле что мы быстренько потребили культуры и побежали по своим делам хотя это тоже оправданно это тоже оправданно даже вот в этом смысле я не хочу даже ругаться на эти зрители за то что он там я не знаю там пошел на какой-то спектакль может быть для того чтобы подтвердить свой социальный статус если случайно попал или контрамарки нашел в деле были еще что такое он провел полтора-два часа в общении и с темнотой зала и вечностью искусства полтора часа в его жизни может быть я не знаю первый и последний раз в театре но то эти полтора часа они не будут похоже на посещение я какого-нибудь торгового мола они они связаны с какими-то какими-то узами со со словами вечности эти полтора часа во всяком случае какой-нибудь негодяй не творил не творил каких-нибудь подлых поступков потому что на него смотрели на него через слова через жесты через пластику смотрела все человечество бесконечное человечество состоящие из мужчин женщин и детей которые стирают белье защищают свой дом осаждает какую-то крепость и за ними подглядывает в качестве зрителя это бессмертная культура в гигзаметре в четырестопном ямби или в прозе в ассоциативном письме это все процесс зрительского подглядывания почему выходим в театр для того чтобы чему-то научиться это наверное было бы нечестно признаться в этом для того чтобы развлечься да тоже знаете когда там вишневый сад здесь особо не дарами не до развлечения где мы ходим и это да доказывает литературу из любопытства из любопытства мы ходим в театр из любопытством мы открываем книгу из любопытства мы смотрим то же самый телевизор или посещаем кино у блаженного августина в исповеди есть такой пассаж его приятели пригласили его на аресталище то что там будет зло и кровь и гнев блаженный августин догадывался и поэтому сразу же как только он занял свое место вот в этом зрителем зале он закрыл глаза и дальше идет реплика которая которая свидетельствует об отчаянии человека который совершил греховность а если бы я закрыл уши греховность прошла в него через уши уши не менее любопытны чем глаза и поэтому мне бы хотелось точнее поэтому мой идеальный образ культуры заключается в следующем чтобы человеку не загоняя не закрывать глаза и уши чтобы он любопытствовал чтобы он любопытствовал подсматривал а зрительствовал за чужим счастьем или за чужими невзгодами для того чтобы он проходил и в качестве зрителей в качестве соучастника какого-либо события чтобы он проходил вместе с героями по их тернистому пути или наоборот набирался набирал мышцы своей мечты там прочитав какой-либо романтический текст и признав о том что это обязательно случится не сегодня так через два дня не через два дня так месяц или два года это обязательно случится потому что потому что я прикоснулся к великому я прикоснулся к загадке самого себя у этой загадки совершенно другие имена там раневской гертруды ахилла онегина или анны карениной но это все опять-таки про меня потому что я зритель театр воспитывает твое мышление и мировоззрение он расширяет твое мироприсутствие также почти как и книга когда ты выступаешь в качестве читателя когда выступаешь качестве зрителя или когда ты ходишь я не знаю музей рассматривать эти картины ты приобщаешься бесконечному миру бесконечно живую живых людей и ты не будешь ощущать себя так как как ощущал один из не персонажей один из героев ортега и гассета который в одной маленькой сентенции прозвучал представим себе кстати это самая печальная мысль во всей мировой культуры представим себе гениального дровосека в пустыне сахара чтобы не быть этим гениальным дровосеком в пустыне сахара ты должен ты должен чуть-чуть обустроить это не этот мир ты должен сделать так чтобы вот инструментарий подаренный себе господом вдохновением до чего года случайно чтобы этот инструментарий он обязательно было бы в работе джефферсон замечательно сказал только тот замок ключ блестит которым пользуются твой зрительский опыт это ключ к использованию самого себя своих потребностей внутренних эстетических и этических это тот ключ который становится который организует собственно собственно твое твое пребывание в этом мире если у тебя есть ключ ты обязательно должен им воспользоваться ты должен подобрать или писателя или драматурга или театр который открывается этим ключом для того чтобы не уподобиться этому несчастному самому гениальному дробосеку в мире каждый на каждый из нас безусловно грандиозен талантлив он бесконечен но каждого из нас вот эта жизнь нивелирует делает его неинтересным прежде всего самому себе а потом уже и окружающему миру для того чтобы хоть чуть-чуть выявить интерес к миру идем театр идем на хорошее кино и читаем книгу становимся зрителями и читателями которые небезразличны самим себя наверное именно в этом заключается и смысл искусства и смысл зрителя не как некоего профессионала а как человека с четко артикулированными или наоборот аморфными но стремящимися к организации и представлениями о мире или о самом себе нам нужно создать представление о самом себе нам нужно знать кто мы там внутри именно это эта ситуация когда из не я на сцене в я зрительское переходит или эмоция или образ или слова вот именно эта ситуация как раз и свидетельствует о рождении нашей уникальности нашей беспрецедентности и нашей непохожести даже не на кого-либо другого наши непохожести на того кем ты был вчера или позавчера потому что искусство это не только развлечение это не только получили научение это не только любопытство а это это один из способов самых самых ненавязчивых но и не бескровных одним одним из способов воспитания самого себя а это очень важно потому что если ты воспитаешь самого себя то мир вокруг тебя преобразится потому что в этом мире нужно быть верным хоть чему-нибудь поэтому при всех при всех может быть даже критические замечания которые можно озвучить в адрес современного зрителя воспитанного не теми программами не в той эстетики и так далее знаете и культура она она созидается всегда и хотел сказать все движется вперед я не знаю в какой период она движется она созидается и вместе с культурой созидается и зритель потому что зритель не менее достойный как человек как представитель этого мира как как некая загадка мироздания чем герои шекспира лопа де веге чакова гомера и кого спасибо уважаемые зрители а это была программа золотые лекции и я ястребов андрей леонидович доктор филологических наук профессор детиса